Дмитрий Демельфарб Итак, различные регаты, какие из них завершились, а может быть какие-то еще продолжаются? Ну, скажем так, регата юный капитан, она уже завершилась. Это была первая регата. Пробная эта идея возникла еще в прошлом году. Эта регата была внесена в календарь Федерации паростного спорта города Героя Севастополя. Мы к ней готовились. Опыт подобного мероприятия уже проводился, но это было еще в далеком прошлом, во времена Советского Союза. С тех пор эта идея зарекомендовала себя как очень хорошей перспективной. Поэтому решили возродить эти традиции и организовать такую регату. Как она прошла? Ну, это уникальное мероприятие. В ней приняли участие дети, имеющие уже подготовку начальную не меньше двух лет, управляя парусными яхтами начального уровня класса «Оптимист». Регата проходила под контролем капитанов-наставников, опытных капитанов-наставников. Это и участник Олимпийских игр Алексей Борисов, и Татьяна Тимохова, и Андрей Кравчук. Очень-очень много именитых спортсменов. Было такое у меня предложение, меня все поддержали, и эта регата состоялась. Цели этого мероприятия были не только спортивные, но и познавательные. Потому что у нас на второй день этого мероприятия была проведена викторина, на которой мы оценили знания юных капитанов. Викторина проходила... То есть не только навыки, но еще и какие-то познания вы проверяли? Конечно, да. Основная задача – это попробовать маленьким яхтсменам ощутить себя в экипаже крейсерской яхты. Потому что работа в экипаже требует очень много качеств, где слаженность, дружба, взаимовыручка – очень главный фактор. И этот опыт полезен не только в море на парусной яхте, но и в обычной бытовой жизни. А вот у нас есть небольшой сюжет. Давайте посмотрим. Как раз вот это как проходило, да, у нас в Севастополе? Или это архивные кадры? Нет, это архивные кадры. Это дети, участники, имеющие уже подготовку. Я уже говорил, потому что... А это какого типа плавсредства, вы говорили? Это яхты класса «Оптимист». Есть яхты, тут видим класс «Оптимист», класс «Кадет». Вот почему? На регату «Юный капитан» было такое требование, дети, имеющие подготовку не менее двух лет. Потому что при проведении мероприятий с детьми на крейсерских яхтах, и именно спортивного класса безопасность, это превыше всего. У нас был проведен инструктаж по безопасности. А взрослый был рядом, либо дети сами? Взрослые были, был капитан и помощник капитана, и четверо-пятеро детей на каждой лодке. А дети какого возраста были? Дети, ну, начиная возраста с 9 лет, вот моя дочь София Гиммельфарб, она занимается тоже парусным спортом. У очень известного тренера Елены Кравчук. Я думаю, папа лучший тренер, наверное. Нет, есть тренер, который объясняет азы именно развития с начального уровня, именно с класса «Оптимист». То есть и мальчиков, и девочек, в принципе, много в этом. И мальчиков, и девочек, да. У меня на борту была яхта «Грин». Значит, на борту яхты «Грин» было у нас двое мальчиков и трое девочек. Светлана, давайте перейдем к вам. Как проходит ваша регата? На данный момент прошло два дня регаты. Это чемпионат города Федерация парусного спорта проводит. И также от яхлуба «Юг» клубок рыбака. Это праздник у нас ежегодный. И от под эгидой Олимпийского совета Севастополя Матеевы Шеверес, в котором я участвую как олимпийц. Участвуют 92 у нас спортсмена, 85 яхт. Из них под эгидой совета у нас оптимисты, класс оптимисты, класс кадет. А по каким маршрутам идут яхты? Расскажите. Маршрут такой. Это акватория «Бухты Круглая», и они ходят от знака до знака по трапеции. Это соревнования, по примеру, как «Формула-1». Расскажите о возрасте участников ваших регат. У нас минимальный возраст — это от 6 лет. Как ребёнок пришёл по росту на спорт, он уже и может... То есть самому младшему участнику 6 лет? Да, может быть уже 6 лет. А почему такой акцент именно на детей? Всё-таки с детства впитывается любовь к спорту. Да, больше привлекаем детей, потому что оптимисты — это для самых младших, самый начальный уровень, дальше идёт уже кадеты, и дети переходят потом уже в олимпийские классы, потом в крейсерский спорт. И чем больше детей будет заниматься с самого раннего возраста, тем, соответственно, больше уже интерес будет в дальнейшем. Глядя на вас, я так понимаю, что Севастополь может похвастаться чемпионами в этом виде спорта? Не только, глядя на меня. У нас в Севастополе очень много спортсменов, чемпионов и знаменитых титулованных спортсменов. Всех не перечислить. Всех не перечислить. Давайте поговорим как раз о победителе, Дмитрий. Забыла спросить, кто же победил в регате. Ну, победил яхта «Нептун», капитан Юра Божидомов, тоже мастер спорта. Второе место заняла яхта «Вега», капитан Андрей Кравчук, тоже мастер спорта. И третье место, почётное название яхта «Корсар». Это яхта единственная, на борту которой экипаж всегда женщины и капитан Татьяна Тимохова. Вы тоже по трапеции ходили? Да, у нас была несложная дистанция. Ещё раз повторюсь, это было сделано для того, чтобы соблюсти меры безопасности. Но хочу сказать, я в Севастополе занимаюсь развитием класса яхт 25 футов. На сегодняшний день у нас есть такая проблема, недостаток людей в экипажах. Поэтому задача была детям, начинающим яхтсменам, показать, что есть куда расти, есть куда стремиться. Есть ещё другие классы, и не ограничивается только оптимистам, кадетам. Вскоре они могут пополнять экипажи крейсерских яхт. Так оно и получилось. Ещё не успела закончиться регата, уже дети оставили очень много заявок и просили их поучаствовать в календаре соревнований на крейсерских яхтах в качестве юнг. Это очень приятно, потому что задачи выполнены, интерес развили. Конечно, уже не успели одни соревнования закончиться, и заявки на другие поступили. Вы говорите, безопасность прежде всего, всё-таки управление парусом. Кто входит в команду, кто помогает ребёнку регулировать? Или от него главная инициатива идёт? Кто командует парадом одним словом? Всегда команда порадует капитана. Самый главный человек на любом судне. А это взрослый человек? Взрослый, естественно, да. Есть помощник капитана, который следит за правильностью выполнения всех действий. Но дети были не в качестве юных капитана, а туристов, пассажиров. Каждый ребёнок попробовал себя на всех непосредственных операциях, на каждой судовой роли, которая предусмотрена на крейсерской яхте 25-футового класса. И рулили. И я даже скажу больше. Уже пришли в базу, подняли лодки, накель-блоки. Занимаемся подготовкой к викторине. Я поднимаюсь на яхту, смотрю, там опять беспорядок. Дети намотали верёвки на лебёдки, продолжают крутить. Не в море купаются, не где-то бегают, прыгают. А непосредственно они от яхт не отходили. То есть им было очень интересно. Работают с механизмом, с машиной. Вот вопрос к вам обоим. В чём видится особая значимость подобных соревнований? Ну, самое главное, конечно... Реклама парусного спорта по городу. У нас морской город, очень удобная акватория и грех не заниматься таким видом спорта. Я проводил в мае регату. Тоже такая новая регата. Это возникла идея. Повторюсь, так как я в Севастополе... Моя задача развивать класс 25 футов. Поэтому была такая регата с 1 по 4 мая. Немножко вернусь к ней. Регата называется «Дружба». Мы пригласили спортсменов с 8 регионов России. Они приехали и приняли участие. Скажу больше. Их, этих спортсменов, имея большой опыт, им очень интересна акватория Чёрного моря. Потому что очень непредсказуемая роза ветров. Очень красивое побережье. Все яхтсмены, которые были у меня в эфире, говорят как раз-таки об этой розе ветров. Непредсказуемости. За это и любят, кстати, сегодня. Поэтому есть большое желание и уже есть наработки. Наши экипажи будут приезжать в Питер, в Москву, в Нижний Новгород. Естественно, эти экипажи будут приходить к нам на регио-паду. Одним словом, развиваемся. Мы ездим туда, а оттуда ездят к нам. Скажу больше. Или плывут, точнее. Идут, да. Есть уже предложение с такой континентальной части России. Многие свой флот, свой четвертонный. Это подвижный флот. Его можно разобрать, уложить на кельблок и перевести. То есть в России на континентальной части эта практика очень популярна. До тысячи километров преодолевают спортсмены. Препятствия в расстоянии без проблем. Для регата, да. Поэтому уже есть идея сюда перейти и перебазировать сюда свой флот. Будем ждать до совершения плана. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, рассказали о регатах и подвели итоги вместе с нами. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.